м еще раз ребята привет сразу продолжаем снял съемку понятно что у вас пройдет там несколько часов выйдет вторая часть ребаланса от братухи сразу прошу простить меня за то что я нам на говорю за то что я наговорил первой части это нервозность потому что я объяснял и объясняю боюсь ребаланса как огня потому что нет возможности сразу и заменить роботов и пушки которые будут негодны я пока что в первой части прочитал какой-то непонятный бред блять и про то что уничтожают last and но не хотят уничтожать абсорбер блять ну это как-то нелогично блять обвиняют last and в том что он мешает играть а абсорбер не мешает играть гениально в общем мы переходим ко второй части ко второй фазе нашего чтения переходим к другим потенциально раздра раздражающим механиком но здесь я могу сказать спасибо за то что они понимают что механика раздражает блять наконец-то что-то они поняли что нас что-то раздражает меня лично бля все пафнир скорость полета снижена что-то там прибы . блять 100 будет прибы 63 километров в час на 37 с половиной километров в час будет летать меньше а бонус урона от стройного оружия ограничен 200 процентов бонус урона от стройного оружия против титанов снижен с 220 на 150 ребят фафниру пиздец урон просто уничтожен фафнир убит но это опять же ребята хочу сказать что это не полные цифры то есть все могут поменять могут добавить могут убрать потому что это не окончательные цифры как привыкли делать пиксоники я вам сейчас объясню тот кто новенький пиксоники кидают информацию заходят на тест-сервер что там блять пытаются подумать потом кидают в бой уже другую информацию а нам ее не освещают то есть сначала думали сто процентов потом 50 процентов потом на тест-сервер зашли что там подумали кинули в бой мы покупаем и только уже во время боя на боевом сервере узнаем что не 100 не 50 а 70 то есть вот так любят действовать пиксоники не знаю как сейчас будут действовать но вот так действовали раньше ревенант ну что ревенант прочно снижена на 10 процентов это несущественно блять уменьшение урона от способности снижена 99 на 90 что-то тоже не понял где нерв прочность боковых щитов увеличена на 10 процентов ну короче я не сказал что ревенанта жутко понерфили это бочка которая не должна быть танком вот у нее нет никакого сопротивления но на танк она лечится это бочка танк вот когда эта бочка пришла в игру мне и удали я на ней погонял в мк2 первого уровня я сказал что это кусок мяса но к нему нужно чтобы он тащил умение пилота т4 дроны ойти микросхемы на дрона и дрон нужный который будет своего лечить и только тогда ревенант будет работать без этого робота без этих вот функций этот робот мясо говнище понимаете и вот этот чуть-чуть маленький убрала сек для него я считаю что там перекроет вообще даже несущественно няду мы десять процентов прочности был 600 тысяч стал станет сколько шоку 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 540 тысяч станет но также все вылечит ёпты на 540 это это со всеми бафами а так-то у него 200 наверно будет 180 это чушь короче какая-то ревинант думаю что не понерфили ну нерв произошел цифру меньше ли но это не смертельно для ревината вот думаю что фафниру пиздос непревзойденная скорость полета фафнир должна была стать главным преимуществом этого робота однако он оказался слишком сложной задачей кстати вот здесь человеку который это писал там прости меня пожалуйста что я там написал что ты там блять наверное что-то курил там когда писал гадость эту но слушай вот здесь очень приятно что пишут нерв а потом расписывают почему вот это очень хорошо очень хорошо помню еще когда-то там годик назад я вот про это и говорил что вы хотя бы объясняйте блять чё к чему почем а то мы сами догадываться должны и вот кто-то парень там это не знаю кто писал общем спасибо что объясняешь непревзойденная скорость полета однако он оказался слишком сложной задачи для своих противников на земле процесс прицеливания фафнир мог быть непредсказуемым когда он проносился прямо над вашим роботом мы частично решили эту проблему версии 777 но она явно нуждалась в доработке это когда они подняли прицел выше ниже вот так то есть мы терфов мира могли над головой и убивать но он блять крутится у него скорость ему ничего не мешает она пальцем блять вот так крути понимаете с уменьшением скорости фафнир будет дольше находиться под прицелом прежде чем сможет войти в слепую зону избавиться от фиксации цели но все равно слепая зона есть то есть я считаю что фафнир полностью уничтожен это моя точка зрения фафнира убили потому что теперь с маленькой скоростью этот робот будет убиваем в полете но зато нужно будет играть уже на этом роботе более ответственно более скрытно и не лететь блять прямо как этим уже играть осторожно чем чему я и рад чему я и рад фафнир заслуженно подрезаны крылья у ревенант а чуть-чуть что там снижено не заметил устроенного фафнир счета absorber не было ограничения на бонус к урону если игроки будут стрелять в щит вопреки своему здравому смыслу а это причем тут блять здравый смысл ёпты этот робот может стать практически неудержимым мы ограничиваем бонус к урону от absorber на 200 процентов у робота с такой же функции забыл робота как зовут блин я забыл робота как зовут сейчас ребят обалдеть я забыл как зовут робота сердце пантеон блять ёкарный бабай забыл робота как зовут печально сейчас ребят у робота 100000 хп накапливается то есть у него 100000 накапливается пантеон и медис арес арес туда еще 5 5 в стуле арес у ареса ребята там 100000 хп накопилось 100000 урона и он 100000 встроенными способностями отдал и они отключились у робота фафнира можно было накопить дохуя и раздавать дохуя прям вообще здесь они 200 процентов сколько это не знаю но так как было написано что 220 процентов урона было по титанам то есть он мог выжигать титанов титанов блять маленький робот выжигал 4 5 штук за один залет блять башкой своей полгода он выжигал титанов сука башкой своей подумайте да тут его все-таки решили понерфить потому что она продали уже дохуя вот 220 было написано было снизили до 150 процентов на 70 ну абсорбер тир 200 процентов накапливает и и останавливается по-прежнему уничтожает просто для его применения требуется больше умения фафнир по-прежнему уничтожает просто для его применения требуется больше умения ну вот так что я и говорил побольше головой терпо придется думать как играть на этом роботе раньше способность ревенанта обеспечивала ему неуязвимость это хорошо для ревенанта но несколько огорчительно для его противников оказавшись один на один с танком уменьшение сопротивления урону позволит убедиться что стрельба по усиленному ревенанту имеет хоть какой-то смысл если вы не можете отсоединиться и и переждать его способность мы также переносим часть прочности этого робота с корпуса на боковые щиты чтобы стимулировать игроков использовать их вот здесь здравая мысль нельзя было можно можно было сразу это все сделать но тогда бы никто не покупал этого робота вот и всего понимаете задаешь вопрос уже знаешь ответ на задаешь вопрос братуха есть еще несколько изменений в балансе роботов пока еще я читаю мне мурашки по коже пока еще читаю моих роботов ничего не касается поехали дальше орочи продолжительность действия невидимости уменьшена с 5 до 4 секунд время действия способности увеличена с 18 до 22 секунд хавк ну тут уменьшена с 5 до 4 секунд продолжительность действия невидимости уменьшена с 5 до 4 секунд я думаю сейчас уже можно тогда ставить бабу вроде как бабу на орочи которая дает три умения а кто ребят это номер три номер три напишите в комментариях теперь по сути можно бабу ставить на умение которое дает три умения не два а три то есть два умения было по 5 секунд до 10 три умения было по 4 секунды или по по сути мне кажется бабу теперь можно вешать ну и перезарядка 17 4 секунды это это много но привыкнуть можно ну орочи понерфили это хорошо слишком термоядерный робот он хоть у меня есть ребята но я рад что его понерфили что потому что другие роботы тоже должны играть как но уменьшена снижение урона от рефлектора 85 и 70 процентов а ту хавку выжигает ёпфель шелл прочность уменьшена на 10 процентов прочность боковых щитов увеличена на 10 процентов а круто а инцидераторы достаем ракетные бамбухи бабухи ракетные будем ребята крошить мочить убивать блять теперь шелла в шелла придут в бои обратно вернуться обалдеть теперь у них 4 еще толще то есть щиты ты теперь на хеллах хуй разобьешь есть еще стекла понерфили то это вообще огонек дальше объяснение орочи и хавк мы не хотим чтобы эти мощные рейдеры вытеснили несколько и ослабленного фофнира а понятно поэтому мы делаем так что им также приходилось чаще искать укрытие шелл следует той же логике по сравнению с ревенантом шагающий бегемот вообще-то дорогие разработчики шелл благодаря своим счетам так так ты и жил а теперь благодаря тому что щиты стали как бы на 10 процентов толще он теперь стал повар банком он и был повар банком он заряжал наше умение теперь шелл будет заряжать умение на 10 процентов быстрее спасибо разработчики молодцы бля башкой подумали вообще красавчики блять шелла выводить и папа побольше мы инценираторов сейчас наберем пизда в целом вашем следуя примеру фьюжен это ходячая батарея сможет передвигаться со скоростью около 20 километров в час в режиме сеги мода это про кого ну понятно бегемот это про бегемота наверно было бегемот теперь может ходить в режиме сеги мода сборки с высоким уроном и нуклеар amplifier а бегемот может ходить теперь с четырьмя пушками обалдеть вот когда бегемот будет ходить с четырьмя пушками вот это будет очень-очень уже печально но не очень печально очень очень положительно для самого бегемота теперь бегемот может ходить и выбирать цель обалдеть 4 тяжелого ходит выбирают цель представляете охуеть ну теперь да бегемотик будет страшненьким ну так страшненьким на дальних картах там обошел и все равно наебенил ему полную бочку огурцов пачку сочетание этого оружия с модулем nuclear amplifier который накапливает и дает 80 процентов урона позволяет создавать сборки которые уничтожают все и поединки часто решаются тем кто стреляет первым учитывая что на следующий тестовую сессию запланированы доработки ласт энда а также изменения в двух основных бойцах ревенант и shell мы можем наконец обратиться к этим билдом дальше и баланс идет уже по пушкам уже такой уже без объяснений практически начинаем читать и уже сами пушки вот тут у меня уже мурашки по коже побежали и и по твою выскочил снаер скади хелл у меня 2 хелла есть боезапас уменьшен 50 на 40 они будут быстрее разряжаться интервал полной перезарядки увеличен с 10 до 15 секунд о ее мое 15 секунд он быстро расстрелялся 15 секунд ждешь пока он полностью зарядится короче хелла можно выкинуть на помойку я думаю что хеллом пришел пиздец все обалдеть 10-15 секунд полная зарядка понимаете ну кто-то будет еще там пипил 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 когда полностью обойма разрядится вообще-то в других случаях там например делают из 50 например 60 а с 10 до 15 то есть вот такие ребалансы как-то у людей проходят это ребаланс да то есть перезарядка будет дольше но у обойма будет побольше в данном случае разработчики убили убили оружие хелл снаер и скади хелл вообще понимаете хелл тяжелые орудия его надо нерфить по сравнению со скади и тем более со снаером совсем по-другому снаера это легкое орудие она по сути вот его можно вообще не нерфить она само по себе урона много не дает зачем нерфить тяжелое среднее и легкое вооружение на одном и том же уровне этот ответ интересно сможет какой-нибудь пипсоник дать потому что это полностью какой-то 50 на 40 10 на 15 можно выкинуть нахуй на помойку хелла это мы посмотрим в 7 и 9 сейчас пока я еще летать буду на хеллах в общем хелла уже надо на что-то менять ну панчер и наверно да ну мы про панчер еще не читали токсин то в общем думаю что хелл снаером и скади полный пиздец напишите в комментариях вы со мной согласны токсина венома и бэйна урон от коррозии уменьшен на 25 процентов урон от коррозии уменьшена 25 процентов по сути я таки не знаю какой там урон от коррозии блять там 100 тысяч 200 тысяч от обоймы так что мне эти цифры вообще ни о чем не говорят но в принципе разработчики могли бы поставить игроков в известность ну как говорится и так сойдет нахуй надо blaze igniter amber количество боеприпасов уменьшено blaze igniter amber это огнеметы братья короче старшие токсина и венома и бэйна боезапас уменьшен 200 был и станет 150 я не знаю какой бы запас у венома бэйна но я думаю что будет теперь такой же как у выбора блять или выбера такой же как у бэйна зато радиус ауе увеличен 7 до 9 метров наверно так же как и у бэйна мне кажется я не знаю цифр блять потому что тут цифрами никто нахуй не располагает но я думаю что бэйны теперь такие же как эмбера эмберы как бэйны только там огонь шкварит а тут кислота тогда скажите пожалуйста в чем сука различия а разработчики блять скажите пожалуйста в чем различие эмбера от бэйна можно предоставить полный список характеристик этих вооружений блять потому что как бы такое ощущение что это все хуйня теперь получается эмбера и бэйна одинаковые да я так думаю блять чушь какая-то вообще блять nuclear amplifier следующие скорость накопления шагов стеков уменьшена один шаг стек за 20000 накапливался теперь будет накапливаться за 25000 нанесенного урона бонус урона уменьшен с 0.1 процента до 0.8 процента максимальное количество шагов стеков увеличена с 80 до 95 вот это нерв блять бонус снижения защиты увеличен бонус снижения защиты увеличен 20 25 вот здесь какой-то такой вот ребаланс произошел да в плане что добавили бонус снижение защиты то есть пару по противнику теперь 25 процентов будет проходить и не 20 и тут полный ребала полный нерв 20000 чтобы один стек было теперь 25000 за один стек и он будет давать за 25000 008 и притом раньше надо было 80 набрать теперь 95 на 15 больше ну что дорогие шелы ждем вас в бою будем на вас зарабатывать amplifier и блять короче amplifier понерфили но я не думаю что ему полный пиздец сейчас я играю на амплифайер а у меня стоит тут по одному амплифайеру только на раване стоит 2 потому что она на таранах и я скачу вам сказать что мне одного амплифайера достаточно хватало чтобы зарядить 80 вот этих стеков и получать бонус 80 процентов урона так как 0 8 процента урона теперь у нас за стек соответственно 95 стеков я ну надо умножить просто 0 0 8 блять достану калькулятор я таки как-то предполагаю 0 так 0 0 8 мы просто умножим на 95 и получим 7,6 то есть 76 процентов урона ну и это я арифметик до 76 процентов урона будет наносить вот опять же цифры не окончательные разработчики сделают там 009 наверно чтобы было 80 процентов в то же время мы даем усиление двум основным вариантом средней дальности скорчер усиление скорчер инцинератор урон увеличен на 10 процентов скорчер инцинератор ребята инцинератором добавят 10 процентов ну что шелы добро пожаловать преисподню панчер однако нам нужно немного умерить силу панчеров так как их предыдущее усиление сделала их слишком мощными хорошо что я панчер не качал кто бля успел бабки вложить панчеров качать ребята я удивлюсь если в игре останется останутся люди те которые вложили деньги я думаю что с этим с выходом этого либо такса блять еще какой-то процент игроков уйдут из игры я таки чувствую что да блять притом люди с деньгами потому что им надоедает вкладывать а это все потом хуя вверх и блять я думаю что разработчиков наверно вот если сейчас у меня кто-то слушает разрабы я думаю что вам нужно нервить по одной пушке в месяц вот думаю так наверное будет куда безопаснее блять для кошелька игрока ой блин панчеров на продавали два месяца до прошло черт панчеры тащит ребят извините мы бля его чуть-чуть понерфим ребят такие ну ладно не существенно ну только понервьте пожалуйста о панчеры блин также нагибает но уже не так сильно вот и я думаю что вот так можно наверно не щадя вернее щадящим режимом оставить донатера в игре потому что блять потому что чувствую что с таким ребалансом донатеры взвоят особенно те кто качал 4 павнира блять эти небольшие изменения должны а так панчер так как их предыдущую серию сделала следующую мощность панчер разброс частиц увеличен на 15 процентов вот помните дробаши блять ну дробаши вот эти как их не помню зовут я забыл хала помните ну дробаши хала из линейки да короче дробаши вот эти были страшные они боя страшные были ну давайте им разброс чуть-чуть сделаем ну давайте теперь они не страшные пантеры кто вкачивал, ребята, 15%, куям, эти небольшие изменения должны оживить игровой процесс в низших лигах, однако некоторые из них могут оказать небольшое влияние на высшие лиги поехали ланцелот, скорость передвижения увеличена на 2 км в час блять, стал быстрее бегать на 2 км в час ланцелот блять спринтером стал на 2 км в час двигаться быстрее стал я обалдею вот это баланс егер скорость передвижения увеличена на 2 километра в час уэйланд очки защиты способности увеличены на 10 никто не играет на роботе вэйланд фантом очки защиты способности увеличены на 5 до 5 за очки защита на 5 фантома бульвар к просьбам это ни о чем бульвар к прочность щита эггис увеличена на 10 процентов вот это уже существенно думаю рейджин прочность щитов увеличена на 20 процентов коммунах у вас рейджин нужен прочность у рейджина у это на низших лигах разработчики думают что на низших лигах люди вкачивают мк3 рейджина mercurie прочность увеличена на 10 процентов рейкер прочность увеличена на 10 процентов инвайдер прочность увеличена 10 процентов ты ремонт и импульсы увеличены на 15 процентов разработчикам будет взять взять и вот этих вот в список уебать процентов на 50 больше чтобы они о даже их можно было качать в чемпионлигии играть вот это был бы поворот battleborn продолжительность эффекта увеличена на 5 секунд battleborn это вроде бы как убивашка дополнительные 20 процентов что-то там дает или два теперь 25 процентов дает battle born это активный модуль а нет это дедмарк так battleborn у нас сейчас скажу шилдбрэкер battleborn battleborn и блин не знаю мне нет такого battleborn я даже не знаю штуку battleborn ребят это battleborn а понятно battleborn это дает это блять battleborn это очки защиты дает 25 на 20 секунд а будет 25 секунд как только по роботу открывает огонь идиноразово срабатывает система защиты вот время действия 20 секунд но это без перезарядки это то есть одноразово вообще хороший баланс ребят очень хороший вообще пока еще я пока еще я не в шоке так battleborn отстой нитро юнит скорость черт у нас порог деактивации снижен 60 процентов требучит уменьшен интервал полной перезарядки с 23 3 на 18 секунд а не кажется вам что когда-то его повышали атер понизили до магнитар урон увеличен на 15 процентов магнитар ребята магнитар у меня у меня есть легкий шериф магнитар в мк 3 мне нравится на три баланс 15 процентов увеличен то есть 4000 наносит будет наносить 4040 4060 4060 наверное они 10 процентов на 400 4460 наверно как то так я не знаю быстренько в процентах не смог сориентироваться но думаю магнитар чеку бля апнули прямо нехило так давайте дальше атомайзер урон увеличен на 10 процентов здорово здорово хала корона glory урон увеличен на 10 процентов можно вернуть обратно фантома зевс и он урон увеличен на 10 процентов баллиста арбалец урон увеличен на 10 процентов опубликовано 0 2 февраля где-то там 22 года источник официальный источник команды пиксоник короче где-то это было опубликовано хуза где и официальный источник официальный источник компании пиксоник ну чтож ребят я могу выдохнуть спокойно я боялся и и все в порядке у меня ангарчик мой как говорится жив и блин и даже более единственное что коснулась наверное меня в этот раз это нерв хэлов будет 2 хелла теремка надо будет менять на что-то там вот дальше мне кто-то говорил выкинь нахуй свои випперы качай хеллы да кто говорила кто говорил хелла качать випперы выкинуть блять люди люди вы люди в голливуде на блюде бэйны теперь будут у нас что-то бэйна там касалась бэйнов или что-то блять не помню бэйнов вроде бы коснулась дачу там урон от коррозии уменьшат на бэйнах наверно можно будет играть в общем меня меня ребята слава яйцам слова яйцам пока еще не коснулся ребаланс я теперь спокоен как удав как удав ну что ж на этом можно заканчивать ребаланс ребята а у вас какое впечатление о ребалансе я понимаю что жопа кипит когда вы слышите слово ребаланс от разработчиков я понимаю что вклад вложенные вами деньги в игру воробот ваши ангары могут стать обесцениться я прекрасно понимаю о чем вы думаете но пожалуйста напишите это в комментариях под этим видеороликом не поленитесь оставить комментарий не поленитесь оставить лайк этому видеоролику каждый ваш лайк продвигает это видео все выше и выше и все другие видео тоже выше и выше там 200 300 500 лайков тысячи лайков 2000 лайков на ролике 2000 просмотров две тысячи лайков это просто стопроцентный выстрел и стопроцентное попадание не забывайте об этом что вы помогаете братухи также еще хотел бы сказать спасибо большое на стриме митя митя поддержал хорошим донатом братуху и братуха уже ну можно маленько подождать а можно не подождать вложить свои и заказать на зоне планшетами 5 и 5 под вот ребята спасибо большое за донат спасибо большое на найму хочу сказать тимофей не обижайся пожалуйста но не культурно вот так вот обзывать говном песни людей которые ставят вот нет неприлично во первых ты был админом я снял с тебя погоны ты можешь теперь писать все что хочешь пожалуйста свой негатив какашки свои смейлики ставить то есть ребята если у вас есть погоны у вас есть и ответственность понимаете вот так что надо маленько держать себя в руках а нет погонов пожалуйста как написали разработчики можете не стесняться в комментариях только в пределах опять же оскорблений без оскорблений и так далее с вами был братуха подписывайтесь на мой канал обязательно ставьте лайк обязательно подписывайтесь проверьте подписку и ставьте колокольчик с вами был братуха старый я уже стал болею блять поду температуру мерить о походу есть всем пока бога